Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я покажу вам, как внедрить программу STEM на уроке. Тема урока – мороженое на день рождения. Цель – приготовить мороженое за короткое время. Перед вами Айша. Сегодня ее день рождения. Друзья с подарками пришли к ней в гости. Айша очень любит мороженое. В качестве сюрприза ее мама собирается приготовить мороженое. Но мороженое на день рождения еще не готово. Не надо суетиться, ведь на все есть ответ. Для этого нам нужно вспомнить и применить знания физики и химии. Насколько вам известно из программы 8 класса, вещество имеет три агрегатных состояния. Примером могут служить лед, вода и водяной пар. Агрегатные состояния веществ подразделяются на твердые, жидкие и газообразные. Если смотреть на строение твердого тела, то оно расположено в определенном порядке, подобно кристаллу. Расстояние между молекулами жидкости плотное, а также расположены в хаотичном порядке. Что касается молекул газа, то они находятся очень далеко друг от друга. То, что мы ежедневно наблюдаем в природе, называется осадками, испарениями и конденсацией. Или же все эти процессы происходят с определенной циркуляцией, которая является закономерностью физики. Например, переход из твердого состояния в жидкое называется плавлением. Или переход из жидкого состояния в твердое – кристаллизацией. А переход из жидкого состояния в газообразное называют испарением, а противоположный ему переход – конденсацией. Среди них некоторые из нас используют переход вещества из твердого состояния в газообразное и обратно без образования расплава при изменении температуры, что называется сублимацией и десублимацией. Зададимся вопросом, что произойдет, если добавить соль в лед? При добавлении соли в лед выполняется период перехода из твердого состояния в жидкое. Однако, при плавлении она, как и другие материалы, поглощает тепло, а точнее энергию из окружающего пространства. В случае впитывания можно наблюдать понижение температуры. Мы сталкиваемся с данным процессом каждый день. При низких температурах в окнах наших автомобилей образуется лед. Чтобы убрать его, можно очистить автомобиль путем добавления соли, а также удалить гололюдицу. Но есть и обратный эффект. Если сжимать в руки лед с солью, вполне возможно получить ожог. На поверхности льда находится тончайший квазижидкий слой. Его образует самая быстрая молекула, которая определяется от ледяного кристалла. При температуре ниже нуля эти молекулы вскоре снова перейдут в кристаллическое состояние. Соль, растворимая в этом квазижидком слое, немного снижает концентрацию молекул, замедляет их обратный переход из жидкой фазы в твердое вещество. В этом случае растворяется лед. Чтобы наша работа прошла успешно, мы разделили ее на следующие принципы. Факт. Необходимо порадовать именинника. Возникшая мысль. Приготовить мороженое. План. Охладить мороженое. Исследование. Использовать процесс растворения и достичь данной цели. Что касается критерий оценки нашей работы, это должно быть безопасно, удобно и легко, быстро и эффективно. Как вы видели на примере, когда смешивается лед с солью, температура плавления льда уменьшается, что означает, что он начинает плавиться при более низкой температуре. При хорошем соотношении соли и льда можно добиться растворения в минус 22 градуса по Цельсию. По сравнению со льдом, вода проводит тепло лучше, а само плавление происходит с поглощением тепла. Следовательно, лед, содержащий соль, которая плавится при низких температурах, разрушает тепло более интенсивно, чем просто лед. Таким образом, это может привести к холодовой травме, так как указано выше. С целью соблюдения правил безопасности для обертывания руки необходимо использовать полотенце. Перед вами две чаши. Первую кладем только лед. Во вторую перемешаем соль со льдом. Через наше устройство GLX мы видим, как температура менялась в течение одной минуты. А теперь добавим соль. Выясним, сколько раз меняется температура за одну минуту. Сейчас температура примерно такая же. Здесь температура будет высокой. Во второй будет вот эта. Нижняя будет ледяная. Запустим таймер. Таймер активировался. А теперь будем наблюдать. Пора. Если посмотреть на данные, то в течение одной минуты левая чаша со льдом достигает 0,7 градусов по Цельсию. А смесь льда и соли с правой стороны достигает минус 9,8 градусов по Цельсию. Наконец, мы убедились, что наш эксперимент эффективен. Приступим к работе. Ознакомлюсь с необходимым оборудованием. Нам понадобятся лед и соль, таймер, несколько пакетов, целлофаны и молоко. С целью соблюдения правил безопасности при работе со льдом нам понадобятся два полотенца, чтобы не получить ожог рук. Какова наша цель? Мы собираемся попробовать приготовить мороженое, используя смесь с солью, а также смесь без соли. Ико? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подводя итог, наша работа была безопасной, удобной и легкой. Главное, быстро и эффективно. Я думаю, что и вы с ней справитесь. Благодарим за просмотр. Приятного аппетита!